Да, вот пишется. Правило первое – это вежливость. Всегда приветствуйте человека в начале вашего сообщения. Будь то предложение, будь то на следующий день вы пишете, чтобы поинтересоваться о том, какое решение принял человек. И всегда обращайтесь к человеку на «вы» вместо «ты». По правилам делового общения, по этике общения «вы» пишется с большой буквы. Имейте это в виду, потому что вы обращаетесь к человеку, а не обобщаете, то есть вы как общество, как множительное число. И желательно употреблять персонализированные сообщения, то есть обязательно обращайтесь к человеку по имени. Очень часто бывает, что на страничках нет, допустим, имени, какой-нибудь ник стоит, никнейм, просто какой-то непонятный иероглиф, или написано, спросите у человека, как его зовут, то есть как вам удобнее будет обращаться. Во-первых, это расположит вас к человеку, что вы интересуетесь, что вы не просто ему штампуете свои сообщения, а что вам действительно интересен диалог именно с этим человеком. И дальше уже стройте ваше сообщение, именно употребляя его имя в диалоге. Правило второе. Никогда не спорьте. Вступая в спор, вы опускаете себя на уровень человека, где он задавит вас в первую очередь своим опытом. Более того, вступая в спор, вы всегда вызываете в человеке агрессивную реакцию на ваши сообщения. Неважно, правы вы в этой ситуации или нет, так как истинный спорщик, он всегда уверен в своей правоте, даже если это как бы не так. Поэтому это очень важно, и, пожалуйста, никогда не спорьте. Вам легче отойти назад, согласиться где-то с человеком и преподнесить ему истину под другим углом. Допустим, да, я согласен, возможно, это выглядит так, но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны и уже расскажите свою точку зрения. И, возможно, в этом случае он с вами согласится. Нежели, допустим, вы будете говорить, что нет, это неправильно, нет, это нехорошо, вот это так, вот моя точка зрения, единственная верная, единственная истина. Далее, правило третье. Это слушать и слышать. Вот главное здесь – слышать. Почему? Потому что зачастую мы читаем между строк, мы не понимаем на самом деле того, что человек нам хочет донести. Поэтому никогда не перебивайте людей, даже если вы ведете переписку. В соцсетях очень часто, практически во всех, я так скажу, видно, что человек вам пишет, набирает сообщение. Дождитесь того, что он вам написал, не пишите ему на перебой. Потому что, возможно, то, что он вам написал, вы это ему и хотели донести, да, и он вас понял. Изначально. Поэтому дождитесь уже его сообщения, потом прочитайте его, прочитайте именно так, как бы он хотел вам это объяснить, точнее, чтобы вам его понять. Если что-то где-то вы не поняли, переспросите, опять же, не стесняйтесь, потому что вам нужен диалог, причем конструктивный диалог, чтобы и на той стороне, и на вашей стороне осталось полное понимание картинки происходящего. Обязательно выслушивайте оппонента, переспросите, все ли верно вы поняли, да, обязательно. То есть, если он вам что-то рассказал, какую-то информацию, да, к примеру, что ему там не нравится компания Фаберлик, там, или еще что-то, вы напишите ему, верно ли я вас понял, что вам не нравится Фаберлик по таким-то, таким-то причинам. И уже исходя из того, что, если он сказал, что да, вы уже сможете ему парировать, так как вы уже будете понимать, на что вам отвечать в данной ситуации, а не так, что он вам написал, что вам не нравится Фаберлик, а вы ему, а мне не нравится ваша компания, и вот пошел дальше агрессивный спор, который ни к чему хорошему не приведет. Более того, прекрасно знаете, как бывает так, что они там соскинулись, да, вам дизлайков поставили, вас в страничку закрыли. Никому это не нужно, ни вам, ни нам. Вот. Далее. Четвертое правило. Быть тактичным. Никогда не унижать, не оскорблять и не критиковать. Вот с этим правилом, я не знаю, многие им пренебрегают в диалогах, хотя очень и очень плохо на самом деле, потому что очень часто встречается такое, что общаясь с конкурентами, мы переходим, ну, если не на личности, да, вот как бы так скажем, то унижаем, допустим, те же компании, переходим на какие-то оскорбления, на критику там и все остальное. Очень часто это встречается. Этого делать ни в коем случае нельзя. Мы должны быть дипломатичны, мы профессионалы, у нас не должно быть никаких эмоций в работе, потому что эмоциональность, она до добра не доводит никогда, особенно вот в таких вот вещах, когда вы ведете какие-то деловые переговоры. Вот, у вас должен быть чисто холодный разговор, конкретный и по фактам, то есть никакого такого, что там вау, супер, там у вас все плохо, у вас там какашка, да, грубо говоря, такого быть не должно. Вот это прямо искореняйте у себя. Более того, что если вам даже, если вас оскорбляют, то никогда не ведитесь на это. Вот. Пятое правило – это быть уверенным в том, что говоришь. Вам нужно, общаясь с конкурентами в частности, да, очень хорошо знать свой маркетинг-план. Если вы его не знаете, то вы не сможете человеку ответить на его вопросы. Соответственно, он будет видеть, что вы некомпетентны в данном общении, и даже если он будет открыт для диалога, открыт для того, чтобы прийти к нам в компанию, он за вами не пойдет, потому что вы его ни к чему не приведете, так как сами не знаете, к чему идете. Вот. Второй момент – это нужно знать маркетинг-конкурента, с которым вы ведете диалог. Почему? Потому что, опять же, не зная маркетинга, у вас получится «а у нас, а у вас», знаете, «а у нас в квартире газ, а у вас». Вот. Вот что-то из этой оперы. Почему? Потому что вы будете основываться не на том, что действительно написано в маркетинге данной компании, а на том, что вам сказал ваш оппонент. Зачастую информацию, которую преподносят наши конкуренты о своем маркетинг-плане, она, эта информация, мягко говоря, не точная, да, в большинстве случаев она корни не верна. То есть, почему? Потому что с вами общаются такие же новички компании, которые точно так же не знают элементарно свой маркетинг. И они в нем, ну, мягко говоря, плавают. Вот. И если и вы будете основываться на их фактах, то, опять же, у вас не получится нормального конструктивного диалога, и что-то кому-то объяснить вы не сможете. И опять это перейдет в тот самый спор, о котором я говорила ранее, чего допускать нельзя. Вот. Изучив маркетинги, свой и конкурента, вам нужно взять вот прямо на листочек и написать плюсы и минусы нашей компании, плюсы и минусы конкурента. И далее строить свой диалог с конкурентом только лишь на плюсах своей компании. Ни в коем случае не говорите о том, какие минусы в их компании. Почему? Потому что, опять же, это вызовет агрессию со стороны оппонента. Ни одному из вас не понравится, если вам начнут говорить, что наша компания очень плохая. Ни одному из вас не понравится, что если вам будут писать о том, что у нас там ужасная косметика, у нас ужасная одежда и все остальное. Вы как на это отреагируете? Вы начнете агрессировать, правильно? Вы начнете человеку пытаться доказать, что у вас оно лучше. Нам этого не надо. Опять же, повторюсь, что эмоции в бизнес-общении, в деловом общении, они до добра не доводят. В лучшем случае вы потеряете одного партнера, точнее не приобретете. В худшем случае за вами не пойдут десятки. Потому что все прекрасно знаете, что в сетевом бизнесе у нас есть структуры. И зачастую, если вы правильно преподнесете партнеру конкурирующей компании ваш маркетинг-план, действительно ему все грамотно объясните, то очень часто происходит такое, что с одним человеком… Вы приглашаете одного человека, а к вам приходят 10. Потому что этот человек уже грамотно сможет рассказать своей структуре, своим лидерам, куда он уходит, по какой причине. И эти лидеры, они пойдут за ним. Такое встречается очень часто. И действительно у нас в компании такое тоже есть. Я думаю, что у большинства директоров есть такие лидеры, которые привели свою структуру в компанию за собой. Поэтому старайтесь быть дипломатами, старайтесь держать марку и общайтесь исключительно плюсами. То есть если вы, к примеру, знаете, что в какой-то компании есть какой-то минус, допустим, тот же минус доставки какой-то, не говорите ему о том, что у вас плохая доставка, скажите по-другому, скажите, наша доставка осуществляется так-то, 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 что у нас фиксированная стоимость, что у нас очень удобно возвраты на АП производить, что у нас есть доставка почты России везде. То есть говорите о наших плюсах, не говорите о минусах. Это не нужно. Шестое правило – это тоже очень важное правило – это держать лицо. Помните, что отрицательный результат – это тоже результат. Всегда желайте удачи, даже если вас послали. Причем даже если в грубой форме вы всегда пожелаете удачи. И обязательно оставляйте свои контакты, потому что человек имеет свойство менять свое мнение. Поэтому даже если вас в грубой форме посылают, напишите человеку в ответ, и вам всего доброго, если вдруг вы надумаете приобретать нашу продукцию со скидкой от 20%, либо построить бизнес, обязательно со мной свяжитесь. Вот мои контакты. В этом ничего сложного нет. Опять же, если человек вдруг увидит нашу рекламу, которой сейчас очень-очень много, захочет себе там какое-нибудь платьице заказать, или оформить там скидочку, чтобы купить опять же себе это платьице, либо там какой-то подарок новичка ему прорекламирует классно по телевизору, и он захочет его взять, он найдет ваши контакты, он напишет уже вам. Только лишь потому, что вы действительно с ним пообщались вежливо, что вы действительно ему пожелали удачи, не обращая на то, что он вас просто послал. Поэтому обязательно держите свое лицо, никогда не опускайтесь на уровень собеседника. Это очень и очень важно, потому что вы в первую очередь лицо компании. О том, как ведете и как подаете себя вы, зависит мнение о компании в целом, потому что мы неотъемлемая ее часть, неотъемлемая составляющая данной компании, нашей любимой. Поэтому всегда вы должны выглядеть достойно. Сейчас мы с вами немножко поговорим о таких мелочах, как о составлении текстов, диалогов, потому что очень часто мы не замечаем о том, что в своих диалогах мы пишем такие, знаете, но и употребляем какие-то там приставки, предлоги, как правило, расставляем слова. И своим вот этим диалогом мы элементарно просто текстом подталкиваем человека сказать нам «нет». Вот чтобы такого не произошло, есть несколько правил небольших. Первое правило – это говорить «и» вместо «но». «Это вы хорошо сделали». И если вы сделаете, допустим, «так, так, так», то будет результат лучше. Вместо «да, это хорошо, но вы должны». Потому что «но» перечеркивает все, что было сказано до этого. То есть вы предлагаете вариант, а не отрицаете то, что сделано. Говорите «и» вместо «и все же». Например, я понимаю, что вы не можете дать ответ так быстро, и поэтому давайте, вместо того, чтобы я понимаю, что вы не можете ответить прямо сейчас, но все же было бы лучше, не подталкивайте человека. Пытайтесь с ним договориться. Потому что, опять же, это вызывает агрессию в людях. И если вы, допустим, напишите, вам человек напишет, что подумаю, напишите ему, что я понимаю, что вы не можете дать ответ так быстро, поэтому давайте договоримся, я вам завтра напишу, мы с вами еще раз все обсудим. То есть уже человеку будет приятнее вот это так прочитать, да, данное сообщение и воспринять, что действительно вы заинтересованы в нем, вы заинтересованы в сотрудничестве именно с ним, и что вы не забудете про него, что как бы вы не на автомате строчите эти письма, даже если вы строчите их на автомате, у вас одно и то же там где-нибудь ботом рассылается. Используйте слово «для» вместо слова «против». Для того, чтобы что-то изменить, я начну действовать, вместо «чтобы мне еще придумать против скуки». Меняйте свое мышление. Вот именно вот в этом меняется ваше мышление, когда вы меняете «для» вместо «против». Избегайте грубого «нет», поскольку «нет» произнесенная соответствующая интонация может произвести негативное впечатление на собеседника. Поэтому никогда, даже если, допустим, человек вам написал, что какое-то свое мнение, и вы с ним не согласны, никогда не пишите ему «нет». Нет – это не так. Нет – это там я… вы не правы. То есть вот такого у вас быть не должно. Напишите проще ему, что «я не согласен с вашей точкой зрения, давайте рассмотрим мою». Уже будет приятнее, что как бы вы идете на контакт, вы не отрицаете то, что он предлагает, а предлагаете немножко другую точку зрения просто для рассмотрения, но при этом не отвергаете его мнение полностью. Вычеркните из вашего лексикона словосочетание «честно говоря», потому что складывается впечатление, когда вы такое пишете, что «честно говорите» в Украине редко. Наша задача, чтобы нам люди доверяли, потому что нам нужны партнеры, которые пойдут за нами. Если у них сложится впечатление, что вы говорите «честно», только когда употребляете «честно говоря», то всему остальному они верить вам просто не будут и не пойдут за вами. Поэтому старайтесь избегать данного высказывания. Измените угол зрения. Используйте слово «уже» вместо слова «еще», потому что слово «уже» превращает из малого в большое. Например, вы уже сделали половину, напишите своему новичку, либо вместо того, что «ты еще сделал только половину», напишите ему, что «ты уже сделал очень много, ты молодец», похвалите. Вместо того, что «тебе еще нужно сделать очень-очень много» и «тебе еще пройти три шага обучения для того, чтобы потом ты мог попасть в школу по активному росту». То есть преувеличивайте вот такими маленькими предлогами, приставками между мендиами то, что человек на самом деле сделал. Навсегда забудьте слова «только» и «просто». Например, «это мое мнение», «такова моя идея». Вместо «я только говорю свое мнение», «это просто такая идея». Только и просто они не несут ничего такого как бы сильно смыслового, поэтому лучше конкретно говорить, что «это мое мнение». То есть вы должны опять же быть уверены, что это действительно такая идея или в этом суть, допустим. Не сомневаться. То есть только просто как-то не ставить немножко под сомнение. Говорите «в» и «в» и «во сколько» вместо «где-то» и «в районе». Это очень важно. Почему? Потому что человеку нужно понимать, что вы конкретно выйдете с ним на связь, что опять же вы заинтересованы в нем. Вот сейчас прозваниваем структуру. Если вы созваниваетесь с человеком, к примеру, и ему неудобно говорить, обязательно договаривайтесь на конкретное время и перезванивайте, что самое важное, в конкретное время, потому что человек будет ждать. Не должно быть такого, что вы говорите, что «я позвоню вам завтра в районе 11». Район 11 часов очень обширный, и у человека может быть конкретные дела запланированы. То есть он, допустим, в 11 свободен, а в 11.25 или в 15.11 он будет очень занят. Поэтому договаривайтесь на конкретное время, на конкретную дату, дабы уважать и свое время, и время вашего оппонента. Говорите «я рекомендую вам» вместо «вы должны». Почему? Потому что никто вам ничего не должен. Это, во-первых, мы лишь обучаем и даем рекомендации, как и что делать. Дальше человек, новичок и будущий ваш партнер, они сами решают, что им лучше и как сделать. Если же вы будете писать, что вы должны, опять же, это вызывает очень сильную агрессию в вашу сторону, потому что вы с человеком знакомы, грубо говоря, без года недели, и он уже вам что-то должен. Да не должен он вам ничего. Поэтому старайтесь избегать данных фраз, дабы не наткнуться на агрессию, и как следствие всего этого человек просто пропадет. Хуже того, и в черный список вас добавит. Несмотря на то, что действительно ему будет это все интересно. Пользуйтесь альтернативами. Я советую вам таким, как «я прошу вас, я буду вам благодарна». Например, «я прошу вас принять решение как можно скорее». «Я буду благодарна, если вы мне будете доверять». Вместо «вы должны принять решение как можно скорее», либо «ты должен мне доверять». «Я прошу вас», и «я благодарен» – очень легко сказать, но они совершают чудо. Это тоже очень важно. То есть если вы, опять же, общаетесь с оппонентом, которого вы видите будущим партнером, но он, опять же, взял тайм-аут, чтобы подумать, вам лучше попросить. «Я прошу вас принять решение как можно скорее» и написать мне об этом. «Либо я буду благодарна вам, если вы примите решение, к примеру, завтра до обеда». Потому что, опять же, он не должен вам принимать решение как можно скорее. В этом вы заинтересованы, а он может думать очень-очень долго. Но попросить об этом вы его можете, и ему будет приятно, что вы к нему с уважением относитесь. И это располагает. Далее, откажитесь от всех форм отрицания. Лучше высказываться позитивно. Это тоже очень-очень важно. Почему? Потому что, когда мы отрицаем, мы идем длинным путем. Это вызывает неприятные ассоциации, поэтому нужно говорить прямо и позитивно. Опять же, неупотребляемо никаких вот этих коротких нет. Полного отрицания ничего такого не должно быть. Любое отрицание вы должны чем-то перекрыть, то есть какой-то информацией, которая человека будет к вам располагать. Избегайте также другие типичные формы с «не». «Пожалуйста, поймите меня правильно». Вот эта фраза должна звучать так, вместо того, чтобы «пожалуйста, не поймите меня неправильно». Когда вы говорите «пожалуйста, не поймите меня неправильно», здесь слишком-слишком много «нет», неправильно, они отталкивают. Тем самым мешают сосредоточиться на желаемой цели. Поэтому старайтесь избегать. Перефразируйте как-то лишний раз. То есть лишний раз лучше две минутки посидеть, подумать, перефразировать это все и получить действительно положительный результат, нежели написать быстренько. Вроде как бы все по смыслу то же самое, но вот такие вот маленькие, так скажем, словечки, они как-то не туда расположат человека, и вы не тот результат получите. Пользуйтесь мотивирующими отрицаниями. Например, то, что ты сказал, не совсем правильно. Тут я с вами не совсем согласна. Вместо того, чтобы то, что ты сказал, неправильно. Здесь я вам должна возразить. Об этом я уже немножко упоминала, потому что смысл меняется. Либо вы не совсем что-то правильно делаете, то есть неполно, грубо говоря. Нужно чуть-чуть додумать, и будет правильно. Вместо того, чтобы вы полностью отрицаете результат. Где-то что-то, допустим, вы написали человеку о нашем маркетинге. Он вас не так понял. Вы ему пишете, что вы меня неправильно поняли. У человека сразу блок включается, что вы разговариваете на разных языках, вы его не понимаете, все неправильно. Если же вы ему напишите, вы меня не совсем правильно поняли, то он вас начнет слушать, чтобы понять, в каких моментах он недопонял. Поэтому такие вот маленькие нюансы, пожалуйста, примите к сведению и используйте в своих диалогах. Предпочитайте точные понятия вместо неспецифических глаголов. Делать, работать, заниматься. Например, мы пока не приняли решение по данному опросу. Я как раз читаю, в настоящий момент я как раз готовлю данный материал для вас. Вместо того, что мы тут пока не можем разобраться, я сейчас работаю над этим, мы делаем все, что можем. Неспецифические глаголы оставляют слишком большую свободу для толкования. То есть здесь как раз-таки получается то, что человек вас может не так понять. Поэтому старайтесь этого избегать, не оставляя ему свободу для его фантазии, чтобы толковать ваши сообщения. Задавайте вопросы с «когда» и «как», вместо таких, на которые можно ответить «да» и «нет». Закрытые вопросы, на которые можно ответить «да» и «нет», они очень важны и нужны, но не всегда уместны. Особенно, когда вы хотите вывести человека на диалог. Потому что если вы задаете закрытый вопрос, на который он отвечает «да» или «нет», то такие ответы подразумевают, что это окончательное решение, и с ним дальше работать уже нельзя. Когда же человек слышит вопрос «когда вы сможете ответить мне?» либо «когда мы сможем созвониться?», когда я могу вам рассказать о работе подробнее, он вам даст развернутый ответ. Соответственно, вы на него, исходя из этого ответа, вы сможете уже дальше вести диалог. А не просто получится так, что вы отправите ему сообщение, и получите в ответ «нет», к примеру. Поэтому в ваших предложениях, в которые вы посылаете первое сообщение, очень часто там «какой вариант вы выбрали?» или «вам нравится мое предложение?» «Лучше напишите, как вам мое предложение?» или «когда я могу рассказать вам подробнее о нашем сотрудничестве?» тогда человек на вопрос «когда я могу рассказать вам подробнее о нашем сотрудничестве?» он вам не ответит «нет». Он вам напишет, что «нет, спасибо, мне это неинтересно» или «давайте сейчас там», «давайте завтра». Поэтому оттуда уже можно построить диалог, вы уже сможете ему рассказать подробнее опять же. либо можете написать, что «как вам удобнее получить информацию о нашем сотрудничестве?» то есть, возможно, ему удобнее получить какое-то письмо на электронную почту, либо созвониться с вами, что ему удобнее по телефону информацию получить. Вместо «короткого нет», то есть старайтесь вывести человека на диалог. Подключайте другого с помощью «вы» и «мы», вместо того, чтобы постоянно ставить себя в центр внимания с помощью «я». Например, теперь вы видите, в чем дело. Пожалуйста, дайте мне ваш адрес. Сейчас мы вместе разберемся. Вместо «сейчас» я покажу, в чем дело. Мне все еще нужен ваш адрес, сейчас я вам это объясню. Почему? Потому что, когда вы говорите «я», вы ставите себя на первое место, то есть показываете полную незаинтересованность в человеке, так как в вашем случае преобладает чувство собственного достоинства, вот это вот «я», «я везде», «я первый», «я лидер», «я молодец». То, что вы общаетесь с человеком, для вас как бы уже не так важно. Этого допускать также нельзя. Поэтому старайтесь перефразировать. То есть не давайте я расскажу вам о нашем маркетинге, а давайте рассмотрим наш маркетинг-план. Или давайте вместе рассмотрим наш маркетинг-план. Давайте разберемся в сути работы с компанией. Опять же, показывайте человеку, что вы заинтересованы в сотрудничестве конкретно с этим человеком. Что вам он важен, что вы не просто так ему написали, что он не просто так там через пост к вам как-то выпал, что это не случайное стечение обстоятельств, а что вы целенаправленно искали именно его, и что он самый лучший, и лучше, чем он, к вам просто никто не подойдет. Добывайте реакцию собеседника с помощью полуоткрытых вопросов. Например, насколько сильно вам это понравилось? Какие еще вопросы имеются с вашей стороны по существу? Вместо «как вам это понравилось?», «как вам моя идея?», «какие у вас еще вопросы?» Опять же, насколько сильно вам нравится мое предложение? Вы можете вот такой фразой спокойно завершать ваше предложение о сотрудничестве. Допустим, предлагая работу, когда не нужно выбирать вариант. Либо какие еще вопросы у вас имеются? Когда вы ему рассказали о нашем маркетинге, о нашем сотрудничестве, то есть задайте ему вопрос, что действительно ли он все понял, какие вопросы у него еще остались, потому что вам нужно, чтобы новичок, точнее, так скажем, претендент на новичка вас понял, вас услышал, что действительно он понимает, о чем речь, и он понимает, от чего он отказывается, в случае, если он все-таки отказывается. Не так, что, допустим, вы ему написали какой-то короткий шаблончик, он вроде как бы все согласился, так быстренько пробежался, на самом деле он ни черта не понял, и на следующий день, когда вы ему говорите, бац, надо сделать заказ, он слился. А все почему? Потому что изначально вроде как бы вы ему об этом сказали, о том, что нужно личное потребление, вроде как бы вы ему сказали о том, что нужно сделать заказ в течение 72 часов, и вроде как бы он с этим согласился, но он вас не понял. А вы не переспросили? Вы увидели свое заветное «да», «да», там выбрал турборост, замечательно, вы радостно и хлопаете в ладоши, а по ту сторону сидит человек, который просто ни черта не понял. Далее он сливается, у вас опять же висяк очередной образовывается, с которым потом придется работать очень долго, потому что объяснить человеку горячему, который вот он готовенький, он хочет с вами сотрудничать, информацию донести до него гораздо проще, чем потом как-то вызвонить еще что-то и человека заново как-то встряхнуть. Поэтому старайтесь это делать изначально, чтобы человек вас понимал сразу же, чтобы потом вопросов не возникало, почему он меня игнорирует, почему он со мной не разговаривает, почему вообще он меня там в черный список закинул. Вроде бы он сам согласился. Поэтому нужно, чтобы вы правильно составляли ваши диалоги, чтобы люди вас понимали. И опять же помните о том, что важно не только слышать человека, но не только слушать, но и слышать человека, чтобы у вас было понимание, как у вас, так и у него. И помните, что никогда вы не разбогатеете, если не обогатите других. Поэтому стараемся по максимуму дать новичкам все то, что имеем сами. То есть все знания, которые есть у вас и которых у вас нет, которые даются на вебинарах, все эти знания нужно положить в голову ваших новичков. И только когда они начнут зарабатывать, начнете зарабатывать вы. Это нужно помнить. Собственно, у меня все. Если есть вопросы, пишите, я вам отвечу. Как ответить на молчание? На молчание на самом деле очень сложно ответить. Тут зависит от того, что вы ему написали изначально. Если человек молчит на ваше изначальное предложение, здесь я ничего не пишу обычно. Почему? Потому что если я ему предложила, он промолчал, проигнорировал, но я не буду навязывать человеку дальше свой диалог. Я не оратор, чтобы ввести какие-то монологи в переписках. Если согласился и молчит, то тут вы можете ему позвонить. Сейчас очень удобно, что когда вы позвоните человеку и пообщаться с ним, так скажем, онлайн. Почему? Потому что, возможно, действительно, где-то, когда вы объясняли человеку, он вас не понял. И сейчас у него вот этот барьер включился, что он не хочет уже дальше с вами разговаривать, потому что вы не слышите друг друга. Поэтому тут самый верный вариант – это позвонить ему. Либо попробовать написать ему о том, что «Здравствуйте, Катя, Вася, Петя, мы с вами проходили регистрацию, скажите, пожалуйста, вы меня поняли, что вам нужно сделать заказ?» Какие-то уточняющие вопросы отправьте, что ли, как там у вас обстоят дела. Мы выбирали с вами турборост, время стекает, что нужно сделать заказ. Есть у меня консультанты, которые хотят пройти регистрацию, и я бы хотела их зарегистрировать, к примеру, вашу структуру, потому что считаю, что это было бы правильно, так как они пришли позже вас. То есть каким-то таким образом нужно подтолкнуть, замотивировать человека, сделать заказ, выйти с вами на диалог. Элементарно вы можете просто начать диалог с какой-то вообще темой, поздравьтесь с тем же наступающим Новым Годом. Человек вам ответит. Как правило, на такие сообщения просто вам ответит, что напишите ему там «Анечка, здравствуйте, поздравляю вас с наступающим Новым Годом, а вы знаете, у нас в компании замечательные подарки есть, вы уже получали информацию?» Вам ответят «Да», «Нет», и дальше построится диалог. Либо самое лучшее – это позвонить и поговорить с человеком вживую. Про турборост я говорю после регистрации. Я изначально объясняю, что вообще, когда у меня человек говорит, что да, ему интересно сотрудничать со мной, я сразу пишу, что это сетевой маркетинг, что действительно у нас необходимо приобретать продукцию, о том, что у нас строится он, собственно, на личном потреблении, и о том, что нужно приглашать. И сразу пишу, что быстрых доходов не обещаю, о том, что действительно работать нужно, но работать нужно по-другому. Немножко в чем, в каком плане? В плане того, что мы работаем в комфортных для себя условиях, удобное для нас время, что никто за нас не решает, когда нам отдохнуть, когда нам покушать, когда нам сходить погулять, когда нам в отпуск поехать. И после регистрации я уже предлагаю два варианта. Что либо человек делает заказ в течение 72 часов и оплачивает, либо он его не делает, и тогда растет сам. То есть да, я буду обучать, да, я буду скидывать информацию, да, я буду помогать, подсказывать, но, к сожалению, помогать строить структуру я не буду. При этом я никогда не говорю человеку, что я буду строить для него директорскую ветку. Почему? Потому что если говорить человеку, что я там буду строить для него директорскую ветку, то все прекрасно знаете, что на уровне 9-12% мы веточку передаем и на построение уже ниже стоящим лидерам. И вот если я буду говорить, что я буду строить директорскую ветку, у людей возникает вопрос, где же эта самая директорская ветка, если уровень у них 9-12% и я им ее передаю. Соответственно, будет возникать такое, что вы меня обманули. Мне это не надо, поэтому я просто пишу, что я буду помогать. До какого уровня буду помогать, это я ничего не говорю. Потому что это все идет по ситуации, кому-то помогаешь чуть больше, кому-то чуть меньше, кто-то сразу вливается в работу и начинает рекрутировать, рекрутировать, рекрутировать. И растет быстрее, чем мои регистрации, чем веточки, потому что он регистрирует одну свою ветку, я регистрирую 5 веток параллельно. Поэтому здесь тоже очень важно. Если вам прилетает «Подумаю», согласитесь с тем, что действительно человеку нужно подумать, но обязательно напишите ему, что «Хорошо, я понимаю, что вы не можете сейчас принять решение, давайте договоримся». Я напишу вам, допустим, завтра, и мы с вами еще раз обсудим, чтобы человек понимал, что вы заинтересованы. Не нужно каких-то там отписок делать, либо просто игнорировать данное сообщение. На это сообщение обязательно нужно отвечать тем, что вы согласны с тем, что ему нужно подумать. Вы согласны, что решение непростое, что это очень важное решение, что от этого решения зависит дальнейшая его фельба, дальнейшая его жизнь, возможно. Поэтому вы ему даете такое время, нужно поставить сроки, которые человек подумает. Во-первых, это у человека отразится, что ему завтра нужно будет дать ответ, и он действительно будет думать. Во-вторых, это вас немножко дисциплинирует, и вы себе сделаете обязательно пометку в этом случае, что лучше куда-нибудь там в текстовый редактор, либо в Word, Excel, неважно. В блокноте там ссылочку запишите, с ссылочкой на страничку, и что человек должен подумать. Почему? Потому что странички имеют свойство блокироваться, и будет очень неприятно, если на следующий день вы просыпаетесь, вы понимаете, что вы должны ответить этому человеку, заходите, а то страница, на которой вы ввели переписку, просто удалилась. Вот чтобы такого не произошло, обязательно сохраняйте в себе контакты тех, кто думает. И обязательно пишите, делайте себе пометку, когда вы должны с этим человеком вновь связаться. И обязательно связывайтесь. Потому что если вы не свяжетесь с человеком, он вам сам не напишет. Почему? Опять же, по той простой причине, что вы не проявили заинтересованность к данному собеседнику. Посмотреть маркетинг-планы других компаний можно на их сайтах. Либо вот поспрашивайте элементарно в чатах, потому что у нас очень много людей, пришедших именно из компаний-конкурентов. И они вам с удовольствием скинут в маркетинге планы для того, чтобы вы их почитали, выписали там плюсы и минусы, с которыми вы будете работать. Здесь ничего такого сверхсекретного нет. Но обязательно нужно маркетинг-планы прочитать. И прочитать не так, что пролистали, там где-то фразы какие-то выдернули из контекста, а именно вдумчиво прочитать. А лучше просчитать маркетинг-планы. Не умеете считать сами, попросите ваших директоров, прочитайте вместе. Конкретно там, допустим, доход на каждом уровне в каких-либо ситуациях. Потому что в одной из наших компаний маркетинг-план вроде бы похож на наш, но если вдруг под тобой человек выходит, веточка выходит на тот же уровень, на котором ты, но там не делают 50 баллов на выплату, у нас 50 баллов, у них там своя сумма, то с этой веточки человек не получит. У нас же, если вдруг веточка вышла на один с вами уровень, но там никто не сделал свои 50 баллов, вы все равно получите доход. Вот такие нюансы, они есть в каждой компании, в каждом маркетинге. Вам их просто нужно знать для себя. Про турборост я текстом пишу. У меня есть текст. Сейчас. Вот эта ссылочка про турборост, шаблончик мой. Там у меня по странам расписано, потому что у нас в каждой стране своя валюта, и там уже конкретно сумма прописана по странам. На буду иметь в виду, можно ответить своими контактами, что «хорошо, я вас поняла, если надумаете приобретать продукцию со скидкой, либо заинтересует возможность построения бизнеса, обязательно свяжитесь со мной». Вот мои контакты. Вы и человека не задерживаете, не напрягаетесь своим диалогом, и при этом вежливо откланялись, оставив свои контакты. В случае, если человек действительно будет, в этом случае действительно человек будет иметь вас в виду, у него будут ваши контакты, и если вдруг он передумает, через неделю, через две, через месяц, он обязательно вам напишет. И опять же, это плюсик к вашей карме, что вы человеку не навязываете себя, не будет такого, что там действительно это спам какой-то, или еще что-то, такой агрессии просто будет меньше, потому что вы не захламляете, действительно делаете предложение, и если вам отказывают, то грамотно просто тихонечко уходите. Если человек долго обучается, не выходит на связь, выйдите на связь с ним самостоятельно. Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Если не отвечают на ваши сообщения, берем в руки телефон и звоним. Звоним через Вибер, через Ватсап, через Скайп, как угодно, то есть методов много. Пишите смс-сообщение про какую-нибудь акцию, там пошлите про подарок и так далее. Поэтому старайтесь вывести человека на диалог. Опять же, в нашей работе нам не нужны монологи, не должны говорить все время мы, должны быть диалоги. Екатерина, Татьяна, можно возражениями в чат? Не поняла немножко. Если новичок зарегистрировался, написал, что не может сделать заказ, тут вы можете элементарно просто спросить, по какой причине, что произошло. То есть, если это какие-то финансовые трудности, то вы можете просто спросить, когда возможно оформить заказ. Сказать о том, что не обязательно войти в положение человека, либо подождать, когда он оформит заказ. Если он скажет, что у меня через неделю зарплата, я не могу оформить конкретно в эти 3 дня после регистрации. То вы можете либо войти в положение и подождать человека, либо просто предложить ему какую-то продукцию минимальную, приобрести не ту же тысячу. Элементарно спросить у человека, вы же все равно приобретаете средства для мутя посуды, порошок, у вас же что-то заканчивается. Давайте данную продукцию подберем у нас. То есть, посоветовать ему что-то. Минимальный заказ, 1000 рублей по России, это 800 рублей к оплате. Я вам честно скажу, я в магазин хожу каждый день. Я прекрасно вижу эти цены. Я прекрасно знаю, сколько действительно я бы потратила в магазине, приобретая все то, что я покупаю у нас в магазине. Вы точно так же можете спокойно с человеком рассчитать, что давайте посчитаем, сколько стоит ваш порошок, чем вы стираете, чем вы моете. Давайте посмотрим действительно, экономию ли я вам предлагаю. Я больше чем уверена, что никто из ваших собеседников не ходит и не покупает мыло там хозяйственное за 5 рублей и не моется им. Мы все девочки, мы все любим прекрасно пахнуть, мы все любим прекрасно как-то там, самым лучшим чистить зубы, самым лучшим порошком стирать, потому что у большинства у нас есть детки, прекрасно все понимаете, что зачастую мы покупаем с детками не один порошок, два порошка в магазине, один детский, один обычный. Кто-то покупает еще отдельно для цветного, отдельно для белого, отдельно для черного и так далее. И это все вылетает в копеечку. Поэтому элементарно вы можете просчитать и человеку как-то показать на цифрах, что действительно здесь он экономит, что вы не просто как бы вы трясете, как копилку, там свою копилку, что вот сделай заказ, сделай заказ, у меня деньги нужны. Что нет, что вы действительно заинтересованы в том, что человеку нужно сэкономить. Первым сообщением по трем вариантам… Я не работаю по трем вариантам, очень редко, крайне редко шлю. Я шлю по двум вариантам. Это дисконт и бизнес, а чаще вообще предлагаю просто бизнес. Сюда, к сожалению, я сейчас скинуть не могу, у меня они в картинках все, потому что я работаю исключительно картинками, исключительно в одноклассниках. Вот. Поэтому, кому интересно, можете в скайп мне написать, я скину скайп мой. Если вы, ваш новичок, вышли на одинаковый уровень, но вы сделали 50 баллов, а он нет, вы получите с этой веточки ваши денежки. Новичок не получит, так как он сумму на выплату не сделал, сумму личного заказа. Вот. Поэтому. Но, опять же, это в том случае, если вы не директор. Потому что, если вы вышли на уровень 23%, вы 23%, там человек 23%, к примеру, у вас там 3050 баллов, а под вами лидер 3000 баллов, да, ровно. То в этом случае, если у вас нет в других веточках 2000 баллов, вы с веточки 3000 баллов, которая директорская, не получите ничего. Вот. Несмотря на то, что даже там, если там никто не сделал 50 баллов. Вот. Поэтому здесь вот такой нюанс есть. Так что, до 23%, если вы на одном уровне находитесь, но под вами лидер не делает 50 баллов, вы с этой веточки получать будете. Продолжение следует... Евгения, продублируйте, пожалуйста, что вы писали, на что я промолчала. Честно, не могу найти. Вам вот эта картинка нужна? На дисконт я приглашаю. Вот как раз-таки я стараюсь приглашать либо на дисконт, либо на бизнес. Потому что, как правило, консультанты – это те же дисконтники, потому что они не совсем понимают, что в нашем понимании консультант – это человек, который взял каталоги и ринулся в бой. Пошел предлагать, пошел продавать. Поэтому они чаще воспринимают это как просто консультант. Это человек, который подписан на компанию для того, чтобы просто приобретать продукцию. Поэтому я, как правило, шлю либо по двум вариантам, причем в моих предложениях чаще получается так, что первый вариант – это предложение бизнеса и уже потом дисконт. Либо если я шлю предложение чисто на бизнес и мне отказывают в сотрудничестве, в партнерстве, то я пишу просто сообщение, что в таком случае я предлагаю вам оформить дисконт на нашу продукцию, скидку от 20%. Также наш ассортимент насчитывает более 4000 наименований. У меня красивое письмо составлено, сообщение. У меня есть там же ссылочка, что вот здесь вы можете посмотреть наш каталог. Для того, чтобы пройти регистрацию, нужно всего лишь 5 минут вашего времени для того, чтобы заполнить данную анкету. Паспортные данные не требуются, вся информация конфиденциальна. То есть шлю вот такое сообщение. Если человек мне опять же пишет, что хорошо, я буду иметь в виду, либо там я подумаю, либо нет, спасибо, я пишу, что в любом случае, если надумаете, вот мои контакты, пожалуйста, свяжитесь со мной. И все, и грамотно заканчиваю диалог. Можно сообщения, но опять же я скажу, что я всегда их, к сожалению, сейчас скинуть не могу. Во-первых, они очень длинны для чата, а во-вторых, они у меня хранятся все в WhatsApp. Вот даже не на Яндекс.Диске, а все в WhatsApp. Почему? Потому что WhatsApp у меня всегда под рукой, то есть если на компьютере, я его открываю на компьютере, у меня там шаблончики, если я с телефона вдруг где-то, мне нужно ответить, то у меня опять же WhatsApp есть на телефоне, я оттуда просто копирую сообщение. Поэтому я такие вот шаблончики стараюсь хранить именно там. Вот. Вот чтобы просто на дисконт, да, там без бизнеса, я пробовала приглашать, регистрации есть, но когда у человека есть выбор, ответов и диалогов идет гораздо больше. Сейчас я звоню. Я раньше пыталась звонить, но старалась звонить только по красным и желтым, да, то есть это те, у кого прям вот горит, горит, горит. Вот. Вот сейчас я звоню по всем практически, начала звонить, да, так как у нас-то по структуре в принципе внедрилось, и я очень много шлю SMS-сообщений и сообщения по Виберу, по WhatsApp, опять же таки, вот, прямо с акциями, с каким образом и почему. Потому что в большинстве случаев люди не читают электронную почту, либо просто забывают, да, им это как бы неинтересно, потому что в большинстве случаев туда приходит спам. Очень редко люди, ну, вот так вот, обычный рядовой человек, очень редко, которые пользуются электронной почтой. Почему? Потому что, чтобы переписываться там с человеком, даже если он живет на другом конце света, сейчас очень много других мессенджеров. Это такие, как Telegram, это WhatsApp, это Viber, и они всегда под рукой. А электронную почту люди сейчас стали использовать как копилку для спама, так скажем. Электронную почту у нас сейчас где требуется? Для каких-то там, приоформления дисконтных карт, да, чтобы получить какие-то рассылки, там еще что-то. Вот в этих случаях люди ее оставляют. Либо электронной почтой пользуются те люди, которые действительно с ней работают. Вот. И вот как раз таки вот эта категория людей, скорее всего, и читает письма, которые работают с почтой, которым действительно приходится ее по долгу службы читать каждый день. Вот. А смски, ватсапы у людей всегда под рукой. Поэтому я и использую данный вид связи. Вот. Дабы смс-ка не была длинной, да, я опять же таки использую те письма, которые я посылаю. Посылаю я их через рассылщик. В рассылщике всегда присваивается ссылочка электронному письму. И уже в сообщении я пишу, что вас ожидает такой-то подарок. Подробнее можно прочитать вот здесь по ссылочке. либо в письме на электронной почте. Поэтому, если человек боится читать, открывать ссылку, да, через сообщение, он зайдет на электронную почту и посмотрит. Если нет, он отходит прямо здесь, и ему тут будет текст сообщения про его подарок. Вот. Если соглашается и не высылает данные, в этом случае спросите у него, возможно, он просто побоялся вам дать данные, да, возможно, ему будет легче оформить самостоятельную регистрацию. Тогда предложите ему заполнить анкету на рекрутинговом сайте, возможно, в Google Form у вас есть анкета, да, то есть каким-то образом. Потому что элементарно он может просто побояться написать вам данные здесь. Либо вы можете написать, что там, Елена, здравствуйте, ваша анкета, к сожалению, по каким-то причинам ко мне не поступила, вы могли бы продублировать. Вот. Что опять же проявите интерес, что вы ждете данных от этого человека, да, вы заинтересованы в нем, но вот по каким-то там непонятным для вас причинам анкета, ну, не дошла. Вот. Скайп я редко использую, потому что у меня очень мало людей в Скайпе. У меня больше через WhatsApp, через Vyper идет сообщение. Рассыльщиков много, есть Майлер, я вот использую Send+, мне очень нравится, да, то есть и авторассылку создать, там какие-то письма на автомате посылаются, и так письма здорово составить. То есть конструктор красивых писем, вы наверняка все получаете от своих директоров красивые, красочные, хорошенькие письма, как и у большинства там компаний, крупных магазинов, там интернет-магазинов. Там есть как платные, так и бесплатные тарифы. То есть, если у вас структуры небольшие, то можно использовать бесплатный тариф, да, вот на SendPulse бесплатный тариф это 2,5 тысячи подписчиков. Если у вас подписчиков меньше, то есть, да, людей в вашей структуре, то вы вполне можете обойтись бесплатным тарифом. Единственное, что, пользуясь рассылщиком, рекомендуется почту создать на собственном домене. Домен – это вот та часть, которая после собачки пишется. Ее купить недорого, то есть это буквально там от 50 рублей стоит домен на год. Поэтому забейте просто элементарный там сайт в поисковике «Купить домен». И вам выйдет куча сайтов, где можно купить вот этот домен там буквально за 50-100 рублей в год. Вы выберете себе красивое название там и у вас после собачки уже будет вот то, что вы хотите. Настройте уже свою почту. Там на том же mail.ru можно настроить почту для бизнеса на собственном домене, привязать туда почтовик и у вас будет красивый, красивый почтовый электронный адрес. То есть это будет уже не mail.ru, там gmail.ru, а презентабельно там. Елена там, какая-нибудь Бусева там, собака там, faberlic.ru. Ну, что-то вроде такого. Вот. С помощью рассылщика. Там на самом деле есть смс-рассылки, но я ими не пользуюсь, потому что у меня по тарифу с телефона посылать смс-ки выгоднее получается, чем с данного рассылщика. Хорошо, Катя, посмотрю на печу. Вопросы еще есть? На вибере я отсылаю сообщение через компьютер. Я установила программку, и у меня, опять же говорю, я копирую шаблончик, вставляю вибер, и посылаю. Да у меня там дети друг с другом не поделили игрушки, жалуются. Вот. Ну, все. Всем спасибо за внимание. Общайтесь грамотно. Всем пока-пока.